Когда я ходила в соцзащиту, то мне там сказали, что только распространяется субсидия, доплата на ветеранов Великой Отечественной войны. А ветеран труда нет, но по-моему я читала в газете, ведь должны были и ветеранам труда, и ветеран труда. Ну вот тогда получается, сейчас что нужно сделать, чтобы нам сразу это дело запустить? То есть вы пишете сейчас, вот получится у нас составить заявление на мое имя с постановкой этого вопроса. И мы официально, чтобы ответили и мне, и ответили вам, значит разъяснив, предусмотрено для данной категории граждан какие-то льготы и так далее, и так далее, и не предусмотрено. Пенсия у меня маленькая, 7 тысяч. Ну вот сейчас это все изложить, и вам будет все весело. Ищу работу, и нигде мне не найти. Старые не нужны, есть не хотя. Ну как это старые не нужны? Разве старая женщина болезняковского возраста? Ну конечно. Перестаньте, что это такое? И еще у меня второй вопрос. Я 12 апреля на прямой линии звонила Путину и просила, спрашивала, будут ли открываться ЛТП, это лечебно-трудовые профилактуры. Ну что сказали? Записали? Записали, все, все. Не ответили, да? Но я слежу в новостях, что об этом вопросе еще делается, или уже принято, или будут ли какие-то учреждения открываться. Понимаете, дело все в том, что вопрос такой архиважный, архисложный, архитрудный. Потому что, смотрите, хоть как бы нас обвиняли, не обвиняли Российскую Федерацию, но на сегодняшний день, если предъявлять критерии международных стандартов, мы являемся самым демократическим государством. Хотя многие, говорят, пытаются представить это по-другому, это вот как раз одна из проблем. То есть, получается, смотрите, тот вопрос, который вы ставите, очень важный. Потому что, действительно, эта категория граждан нуждается именно в таких процедурах и в таких, так сказать, профилактических мероприятиях. Но, исходя от того, что мы от этого отказались, отказались, да, в свое время, к сожалению, вернуть вот это назад, не так просто. Я эту ситуацию вижу таким образом, что если, конечно, это будет более такой запрос гражданского общества снизу, восстанавливать в тех же формах, которые были ранее, это контрпродуктивно. Потому что жизнь жила вперед. Но то, что нужно какие-то новые формы придумывать для того, чтобы вот этот институт был, и он в отношении этих граждан работал, давал им возможность вернуться к нормальной жизни, это да. Но это долго еще будет. Ну, дело все в том, что вот этот вопрос такой, знаете, космический, то есть, чем быстрее, чем больше граждан, видите, скажут, что власть сама начинает подталкивать к этому, да. То есть, если вы, граждане, будет этот вопрос ставить не один человек, а достаточно приличное количество, то есть, это потребность общества, на потребность, чтобы власть должна реагировать. Вы много вопросов задавали на эту тему. Так давайте тогда, может быть, пометим, посмотрим, посмотрим, значит, насколько это, и вам тоже так же и дадим ответ. Александр Иванович, несмотря на то, что данный полемик открыт, в том числе и на уровне правительственных структур, но здесь надо понимать, что эта процедура, она целый институт. Это механизм должны созданы, соответственно, и бюджетное финансирование. А это же, значит, закладывают бюджет на следующий год, вот в этом длительность процедуры будет. И самое главное, направление на лечение, вот этой профилакторией, должно быть решением суда. У меня, в общем, вот такой вопрос. У меня просто соседи, я уже вот пятый год, ночи вообще не сплю. Играют в компьютеры, вот это, я вообще не знаю. А надо мной так они вообще, я считаю, что у них какая-то мастерская открытая. Я обращалась неоднократно к этим, в полицию. И что полиция? А полиция ничего, вот у меня даже, вот видите, папка такая, какие-то. Я вначале начала в Роспотребнадзор обратилась, я потом вот. То есть это так называемый закон о тишине, с которым у нас проблемы, да? Да, 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 у меня даже вот тут газета последняя была, что в Москве принят. Полиция эту функцию сняли? Да. Полиция эту функцию сняли. Ну, у них, в общем-то, сняли, он как пришел и сказал, что мы не можем штрафовать. А туда придешь, вот там один только комиссаров, хорошо и серьезно отнесся. Ну, наш участков Ревлев, он это в отпуске был. Вот. А то придешь он пальчиком. Он ничего по этому дому, ничего там вот по этому дому? Не на слуху, не могу. Вы знаете, я сколько раз туда прихожу, там очень много... А у вас есть материалы, что вы куда обращались? Вот, это видите, вот. Вот надо копить. Это вот последнее письмо. А то участкова... Ответы есть у вас, по вашей письме? Ответы есть? Вот, да. Какая-то сейчас здесь можно... И они, главное, пишут, обращайтесь в административную комиссию. Достатьте, пожалуйста, вот сейчас посмотрим. Мы это не рассматриваем. Как это? Почему? И вообще, это нас не касается, так как, говорят, это общий принят закон, а, в общем-то, это вместного закона не принято. Да теперь уже, вот я вчера даже по радиусу решила... Ну, вот здесь прямо написано, смотрите, что направлены материалы о привлечении, к административной ответственности, квартира 30, так, дом 8, театральный, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Сергей Анатольевич, вы у нас как раз в административной комиссии... Я еще в декабре обращалась, но это уже было года три тому назад. Он слышал, это все делал. Я все понял. Значит так, вот с этого письма копию, и пометьте, пожалуйста, это значит, за моей подписью, запрос в административную комиссию, какие меры были приняты по письму отдела внутренних дел. На восьмом десятке покоя нет. Значит, будем выяснять, почему у вас нет покоя. Будем бороться за ваш покой. Я в последний раз была, как раз Путин, я ходила вот к Галине Петровне, с ней говорила, они пришли в этот, по-видимому. Я сказала, если вы меры не примете, я буду сегодня звонить. Я слышала, они пришли, но я не знаю, кто был, мужчина и женщина. Так от них они ушли, они вот болванки какие-то бросают. Как начал бросать там болванки, у нас дом-то панельный слышно. Я знаю, дом-то знаю. Я же с вашего дома начал как раз проверку подвальных помещений. Сейчас немножко получше стало. Сейчас получше стало, да. И почище стало. Теперь у вас в подвале-то намного чище, чем было. Да, я в подвал-то не хожу, боюсь, я живу одну. А вот представляете себе, чем чище подвал, тем лучше получше ваша жизнь в этом доме. Ну мало наших лицов, не можем мы много денег собирать. Но мы собираем то, что нам положено. Опять про застройку. Якобы появилось заявление. Я спрашиваю, как старший подвала, я могу знать, кто дал такое заявление. Мне не сказали, кто такое заявление написал. Почему нас... А к кому вы обращались? Щеговцев, главный инженер, главная компания. Это я на совете депутатов. Не, это на комиссии, это была комиссия. Ну, комиссия. На комиссии. Но там я понял, как... Как представили, что я никогда не обращалась. Нет, мне сказали, что вы были удаливательной работой комиссии. На тот день была очень горячая вода. Я говорю, а что вы сделали, что такая горячая вода. И мне даже вот сегодня... А мы ничего не делали, посмеялись и все. Я что, глупа там или что? Просто так писала. Не вы никогда к нам не обращались, там, представители теплосетей. У меня и главный инженер знает, что я обращалась. Там и Попов. Я всех знаю, что я действительно... А они, да, да. А кого вы послали? А он мог такое сказать. Отлично. Ну, вот проблема, если технически... Вот сейчас тут присутствует, меня поправят. Значит, там тупиковый... Тупиковый ветвь совершенно верно. Основная проблема в этом у нас, да? Да. Так она как-то может все-таки решаться или что? Или нам тогда надо еще попросить посварить, чтобы они продолжили строительство дальше? Ну, вот если край закольцевать с городом, да, чтобы вода горячая постоянно циркулировала, тогда это решение. То есть, а так, если в крайнем доме есть разбор, у всех вода горячая. Если в крайних домах нет разбора, то тут тоже заставили. На пролив поставили лучше того, да? Ну, лучше, конечно. Что значит на пролив поставили? Есть определенный способ замеров температуры горячей воды. До трех минут допускается слей, да? У нас 8 квартирных. Ну, правильно. Вот если водоразбора нет, то... А, Светлана Алексеевна, а вот по этой вставке, вы против, говорят, там, да, не хотите? Я не хочу. Ну, все же физику изучали. Почему все забыли? Что если от железной дороги специально сделали право, что звук уходит? Колонки, это те же колонки звуковые. Звук уходит. Нет, надо застроить так. Дело все в том, что я там, мы-то не наставим, это ваше право жильцов. Ну, это жильцам решать. Ну, жильцы. На собрании на общем. Собрание мы, на решение у меня есть. Там, понимаете, дело все в том, что ко мне обратилась одна из жителей. Какой квартир? Я привязываю. Я сейчас не буду урать, не готов. У нее проблема в том, что, ну, якобы холодно. Но я говорю. Поднимите пол и сделайте тепло. Ну, я это так и объяснил, что в данном ситуации вы собственник жилья, она у вас приватизирована квартира, и внутри квартиры мы не можем вам ремонтировать. Это не общее домовое имущество и так далее. Решение собрания у меня есть. Было такое, Элис у нас все пытается застроить. Ну, ребята, если на то пошло, хватит строить. Теперь крыло от садика тоже хотят застроить? Я такое слышала. Я выбивала это крыло нам ходить в Дикси, туда-сюда, скорые там приезжают. Нет, теперь туда шаги. Я рад, что вы пришли, рад вас видеть. Вот по тому вот палисаднику, что мы вот говорили, вот там вот этот палисадник. Так вот, надо как-то начинать движение, чтобы там уже его делать. А для этого нужно... Эта площадь не передана никуда. А на чья? Ничья, она муниципальная вроде как. Она же была садиком, теперь выделила этот садик крыло. Но я ходила, давайте... У меня такой вопрос, грубо говоря, чтобы, ну, посмотрим, если это муниципальная, но все-таки для того, чтобы вот жильцы были заинтересованы беречь эту территорию, если мы там беседки разместим, там, что какие-то малые формы, для детей сделаем. Согласны будут жители участвовать в содержании вот этого всего? Ну, а почему нет-то? Ну, то есть... Все меня даже спрашивают, а что так... Тогда надо собрать подписи, и мы тогда начнем движение в этом направлении. Благодаря вам, благодаря вам и таким гражданам с активной позицией управляющая компания становится лучше. По ресиверу, люди, многие, пенсионеры по ресиверу смотрят телевизор, я в том числе. Зачем мне сто каналов? Ну, извините, и десять, те, которые мне навязывают. Ловелас, ловелас, вот это одни... Не могу видеть уже. Ну, можно какие-то другие... Так это реклама про ловелас это. Я понимаю, но в стране вообще у нас видят... Я не говорю это не вам, а просто высказаться. Да, ну, поехали. Ребенок смотрит про этот ловелас, в постели ас, и... Где вообще, в родине есть воспитание? Нет. Согласен. Дети видят это, мне тошнит уже от этого. И куда не включить-то ловелас? Хочу что-то смотреть, культуру. Почему мне культуру, этот канал, нельзя посмотреть через... Почему? Кто решил? Кто решил, что 10 каналов через... Почему нельзя показывать, я северкультура? Россия, культура, насчистки обязательных каналов. Ну, еще там, я не говорю именно вот этот канал. А еще какие-то каналы. Ну, поэтому вот по этим каналам надо сделать... Почему здесь было право? Павел Курсан, Алексеевна, вообще, вообще, на сегодня, вот буквально слышал тоже недавно новость, принято решение, что 20 каналов становятся обязательными, поэтому если до этого было ограничение там до 50 тысяч или до 100 населения, то 10 было. Свыше было 20 каналов. Сейчас 20 принимается решение на всей территории независимое. Ну, не могу. То есть, фактически, я так думаю, в ближайшее время эти 20 должны вернуться. Ну, вот, дело с учетом. Ну, ближайшее... Буквально неделю назад подписан был какой-то документ. Она вам про этого проловилась. Она во сколько, какое время идет? Постоянно. Она просто никогда не выключается. Это вечер. Она 4-5 раз... Это правда. Нет, ну, она... Когда дети спят уже, или еще нет? Нет, ну, любое... Я говорю, кто в родине вообще это заметил, что дети уже просто у нас под окнами, они в 10 лет начнут жить. Уже это делается. Ну, где вот кто-то будет это видеть? Нет, ну, дело... Ну, конечно, это не ваш вопрос, но мне дико... Нет, ну, дело все в том, что, ну, если мы давайте, почему? Мы этот вопрос поднимем и также соберем все подписи и губернатору, и в Государственную Думу отправим. Кстати, вчера у нас был Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я знала пост. Поэтому он... И до него мы тоже можем достучаться. Если это будет, опять же, общественное мнение, и об этом будут говорить большинство граждан, то я с вами собираю выключить. Я внука воспитываю по-другому, мне это неинтересно. Да, конечно. Бабушка, ты мне... Я уже понял, что это не надо мне смотреть. Это я понимаю лекарства. Он все знает... Откуда? Я ничего не объясняла. Вопросы не опускай, я буду давать. Да спасибо вам большое, что вы занимает. Дай Бог вам здоровье и силы. И тогда совместными усилиями и будем решать вопросы. И последний вопрос. На то, как говорят, щука и нужна, чтобы карась не дремал, да? Поэтому... Последний вопрос. Вот молва ходит в Кингисеппе, я не знаю, сплетня это бабская или как, но якобы у нас тут химзавод что-то, который в ГАЧе не должен был, и уже решение принято. По мяку? Да. Значит, завод уже заложили капсулу, устроиться будет. Но я могу сказать, что по этому заводу. Теперь, если говорить, так сказать, о экологичности, о безопасности и все остальное, значит, тут смело можно сказать, что это не без участия в влиянии федерального руководства, позиции губернатора Ленинградской области, который поддерживает проект, но при определенных условиях. Какие-то условия. Это безопасность. Поэтому завод строится по современнейшим технологиям, которые на сегодняшний день существуют. Но они доработаны, плюс еще с учетом русского левши. В чем это выражается? Это выражается в том, что, например, если в Эмиратах схема защиты двухслойная, то здесь у нас четырехслойная. То есть на защиту и безопасность в реализации этого проекта истрачено дополнительно 40 миллионов долларов. Значит, экспертное сообщество, я подчеркиваю, европейское экспертное сообщество, которое, сами понимаете, как относится и наши соседей, и наши скандинавские страны, они признали безопасность этого проекта. Они его признали. Поэтому, в общем-то, в принципе... Но, что дает этот проект? Этот проект дает возможность сегодня России вот на этом рынке находиться в закрытом цикле. То есть мы начинаем производить все компоненты, составляющие минеральных удобрений и так далее, и так далее. Вот этого сегмента рынка и сегмент этой продукции мы внутри производим. Мы прекращаем импонтировать, значит, вот эти компоненты из-за рубежа. А наоборот, производим внутри сами и поставляем за рубеж. Более того, это как раз является и политическим прорывом, потому что непосредственно участвует в строительстве данного производства компания, которая именно занималась строительством и в Эмиратах, и, значит, в Америке. Они всю эту технологию, что это знают, это итальянцы. На сегодняшний день компания «Ибрахим», наш фосфорид. А я вот когда поздравлял фосфорид, я так и сказал. Что такое фосфорид? Фосфорид – это наше прошлое, настоящее и будущее. Так вот, что значит, это там высочайшие технологии. Я после, когда меня избрали главой, первая моя поездка на предприятие была – это на фосфорид. Да, конечно, я его люблю, потому что у меня там моя трудовая деятельность на фосфориде начиналась. Но я не узнал фосфориды. Каким я оттуда уходил в армию – это совершенно небо и земля. Александр Иванович, приятно, как? Ариша. Ариша, очень приятно. Алексей. Папа? Папа Максима. Остальные – это дворовые ребята, общий вопрос к вам. Дело в том, что наши дети, сейчас у них увлечение такое – самокаты. И как такового дома площадки нет, где бы им оттачивать свое мастерство, руки. Я не говорю о скейт-парке, который у нас на Октябрьском бывали. Ребята просят сделать небольшую площадочку, там 20 на 20, заасфальтировать квадратик, чтобы они смогли оттачить. Потому что они у нас катаются на проезжей части. У нас очень лихие гонщики на автомобиле. Я знаю, да, там надо полицейские ложи, чтобы они потише ездили. И вот, в принципе, с этой проблемой они просили, их родители просили обратиться к вам с такой помощью. Там у нас маленькая горка, песочница, между ней есть площадка, есть плит накрошенные. Эти плиты уже старые, наверное, лет по 20. У нас сушилка была, да? Ну, сушилка чуть лелеет там. Обычно плиты клали по сушилке. Ну, вот смотрите, какая ситуация по этой площадке. Согласны будут потом? Согласны вы будете потом его содержать? Согласны. Если вы согласны, тогда давайте собирайте подписи. Это первый шаг. Собираем подписи. И тогда уже на основании этого будем эту площадку делать. И таким образом, чтобы не получилось так. Вот вчера тоже возникали эти вопросы. Если вы знаете, что вчера в район посещал председатель государственного дома Сергея Вичнарышкина. Но там они, конечно, в более глобальном масштабе. Но вопрос в чем заключается? В том, что если это находится, не впосредственно, так сказать, на преддомовых территориях домов, то для того, чтобы его сделать, и чтобы потом... Не так, что мы сделаем и тратим деньги, а через несколько лет это все проб и опять. А если мы будем, мы сделаем и отдадим вам, и вы будете контролировать, и копеечку, так сказать, платить, содержать, то это, конечно, было бы неплохо. Если вот в таком пути движения, то оно, конечно, пойдет быстрее. Ну и, конечно, нужно посмотреть по месту, чья это территория. Значит, или она полностью ваша, или полностью, так сказать, или частично ваша, частично муниципалитет. Это тоже будет решено. Да. Придомовая территория. Да. А? Придомовая территория или муниципалитет. Да, или, может быть, она вот половина, вот как вот, граница проходит. Тогда, если, ну, будет меньше расходов у вас, будем совместно. Если это именно ваша только территория, получается, входит в вашу территорию, тогда мы сделаем, а вы уже примете в себе, так сказать, на контроль, на содержание, и управляющая компания, или кому вы это поручите, будет это все делать. А содержание наше будет как заключаться? В чем? Ну, в том, что ее же нужно будет убирать, да, ее же нужно там, если там подкрасить, там или что там, или что там, или что там будет, или там просто асфальт будет, и все, и больше ничего. Ну, там не просто асфальт, ну, хотя бы, может, поребриками ее там оградить. Ну, вот нужно же будет ее убирать от снега, от мусора, там, от всего прочего, прочего. Если будут появляться какие-то трещины, там, как говорится, легкий косметический ремонт, да, не капитальный, а так далее. Мы готовы, если совместно, вот вы тоже готовы к этому, ну, вот те условия, о которых я сказал, готовы на них идти, тогда будет проще. Я очень боюсь, чтобы потом там не ставили машину, в конце концов, чтобы она не превратилась в парковку. Ну, со стороны 12-го дома парковку сделали, поэтому, как бы, здесь с машиной-то попроще, вот в нашем дворе, кому. Да? Юные граждане Российской Федерации. Наша надежда. Когда вы нам позвоните, да? Да, свяжемся. Пять этажей сделали, исправили дефект. Это трогий дефект. А у нас так и стоит. То есть, до вас не дошли, да? Там, главное, они всегда объясняли, будет вышка, мы обязательно сделаем. Ну, вышка была, раз пять подъездов сделали, а наш не тронут. Ну, я пошла в управляющую компанию. Это уже я с заявлением ходила. Вот, месяц прошел, все так и есть, она мокрая. Вот только с этим, даже жаль, что... Так, ну, когда надо завтра прямо... Пять сделали, шестой остался. Да, пять сделали, шестой подъезд остался. Давайте завтра, чтобы как-то можно попробовать. Только вот такой вопрос, больше не... Уж извините. Нет, ну вы скажите Воловякову, но Юля, ты продубливый, пожалуйста, ладно? Нет, я передам. И главное, что не затягивать, скажите, чтобы вот на этой неделе уже начали делать.